Привет, друзья! Сегодня с вами поговорим о том, как сформировать мнение и как сделать так, чтобы одна группа людей не любила другую группу людей. Ну, конечно же, я говорю в рамках, это может быть, да, в рамках каких-то малых групп, и это могут быть в рамках больших групп, народов, национальностей, стран и так далее. Это хорошо изученный феномен в социальной психологии. Сейчас я о нем буду рассказывать, но прежде, я не знаю, вы смотрите уже через VPN, или вы еще в России не заблокированы на YouTube, скачивайте обязательно VPN, чтобы не теряться, чтобы вы дальше могли смотреть видеоролики на YouTube. И, конечно же, чтобы мы с вами не потерялись, я напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, ссылочка будет внизу в описании, там всегда выходит классная, интересная информация, и там также, да, будут различные анонсы видео, как всегда. Поехали! Я напоминаю, кто меня не знает, я Елена, практикующий психолог, психолог-сексолог, и по образованию социальный психолог. Поэтому то, что я рассказываю вам, это то, что я учила в университете. Итак, если вы хотите возненавидеть, сделать так, чтобы одни люди не любили, одна группа не любила другую группу, то нужно очень ярко сформировать чувства мы и они. И поэтому, собственно, да, вся пропаганда, она работает как? Как чаще всего нужно сплотиться против одного врага. Вот есть мы, и мы, конечно же, всегда хорошие, классные, у нас становится чувство единения, вот ты в моей группе, ты хороший, даже если ты какие-то поступки неправильные делаешь, я против врага, мы против врага, ты, значит, в нашей группе. Закроем глаза на какие-то плохие поступки, сейчас это не важно, да, мы в одной группе. И есть этот враг, да, плохой, чужой, вы знаете, вот этот чужой, мы свои и они чужие. Это прямо термины социальной психологии. Они чужие, какие-то странные, какие-то непонятные, какие-то не такие, как они, как мы. И потихонечку наша психика начинает работать так, что мы свои какие-то поступки, моего там сотоварища, который находится в моей группе, если он делает какую-то гадость, условно, да, то мы это объясняем тем, что, ну вот, его вывели, вынудили обстоятельства, да, он хороший, но вот обстоятельства на него так повлияли, что он делает дерьмовые поступки. Потому что наша группа, она хорошая, да, он причислен к моей группе, и к нам, мы, и вот это чувство сплоченности, чувство мы. А вот если другой человек, да, там из чужой группы, естественно, плохой группы делает какой-то поступок, плохой, то мы начинаем, это ошибка атрибута называется, то мы начинаем объяснять его поступки, его личностными характеристиками, его характером. Не потому что его вынудили обстоятельства так делать, не-не-не, это вот мы хорошие, это нас вынуждают обстоятельства, а их вынуж... и они так делают, потому что они плохие, то есть, да, мы белые и пушистые в белом пальто, а они, они такие плохие. И, соответственно, все действия будут направлены именно на то, чтобы сделать, сформировать максимальную, во-первых, дистанцию, вот как раз мы и они, и максимально очернить их и обелить нас. Собственно, да, вот за этим можно наблюдать часто в нашем мире. Говорю очень аккуратно. Так, 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 это сказала, да, мы хорошие, они плохие. Как это было, знаете, можно посмотреть, у нас есть много примеров в истории, самый яркий пример, это, конечно же, во время Второй войны, фашистская Германия, как работала там пропаганда. Нужно было максимально очернить вот славян, что они в лаптях, они безграмотные, они там чуть ли не жрут младенцев, они грубые, они тупые, они вообще не люди, да. Это, что, как это влияет? То, что мне тогда не так страшно причинять насилие, я не знаю, тоже в Ютубе сейчас, мне кажется, максимально аккуратным вообще все слова какие-то говорить, истреблять, уничтожать врага, да, вот из группы они, намного тогда проще, потому что мы, я максимально тогда отделяю от нас, от нормальных людей, мы хорошие, мы нормальные, а это не люди, и у меня ничего с ним меня не связывает. Так работает пропаганда, так работает, так работает наша психика. И что показывает нам, что показывает нам история, что когда столкнулись вот воспоминания тех же немецких солдат, когда они впервые столкнулись с русскими солдатами, они говорили о том, что мы были удивлены, что это совершенно обычные такие же люди, а если это такие же обычные люди, то уже сложнее в них стрелять, а до этого было легче, да, до этого я вот его не вижу, у меня своя какая-то картинка, мне легче его истреблять. То же самое было и с евреями, когда черняли евреев, что они тоже такие аморальные, ужасные почему-то, потому что опять-таки тогда формируются чувства мы хорошие, и вот они какие-то плохие, их вообще можно с ними не считаться, их можно истреблять, их легче истреблять. Когда оказывается, что это не так, с этим уже сложнее. И знаете, есть еще такая штука, как избирательная черта нашего мозга, когда мы очень сильно верим в какую-то вещь, то наш мозг начинает искать в потоке информации, которую мы получаем, именно ту информацию, которая будет подтверждать наше мнение, наше установки, что ага, вот они плохие, они сделали вот это, вот это, я заметил. А то, что они сделали что-то противоречащее моему мнению, что-то хорошее, мой мозг это будет игнорировать. И опять-таки, да, это работает всегда с двух сторон. То есть я игнорирую, я не вижу, не слышу то, что мне не подходит, так как информация мне не подходит. И знаете, я всегда вот здесь вспоминаю, когда, конечно же, мы не знаем людей, мы не видим людей, то очень легко сформировать какое-то мнение. Я вспоминаю сразу Задорного, да, как все там в 2000-х хихикали на вот этими шутками, ну американцы, ну тупые, да, и вот все ржали. Но на самом деле никто никогда не видел американцев, 99% не видели американцев, поэтому было так легко смеяться. И в чем как раз плюс того, когда люди путешествуют, как мне видится, да, люди путешествуют, у меня картинка мира, она становится более широкая, да, мой кругозор широкий становится. И для меня тогда мне уже намного сложнее верить во что-то, что мне там условно пытаются говорить напрямую. У меня больше включаются уже когнитивные мои функции. Я начинаю понимать, я начинаю рефлексировать, я начинаю подвергать сомнениям. Может быть это не так, потому что если там всему... Это не прошли бы шутки всей России Задорного, что американцы тупые, если каждый второй человек знал бы американца, да, ему было бы не смешно, он говорил бы, да нет, это все херня, вообще-то, не знаю, там Джордж классный чувак, и мы с ним пиво пьем, да. Поэтому, когда мы не видим, когда мы не знаем эту реальность, когда нам кажется действительно, да, там, что все вокруг враги, и нам все хотят только чего-то плохого, то, конечно же, мне в это легче верить, если я никогда в жизни не видел этого врага. И тут же, да, включаются плюс еще, могут быть механизмы защиты, то, что я начинаю верить, я начинаю, могу отрицать реальность, да, я могу отрицать реальность, вот механизм защиты, если я вижу какие-то опровергающие факты, опровергающие моей картинки мира, что нет, человек там классный, человек совершенно не такой, и происходит совершенно не то, что вот мне транслируют, то у меня может возникать такое отрицание, что не-не-не, этого не может быть, не-не-не-не-не, этого не может быть, мне в это сложно поверить, да. Почему? Потому что, если я поверю, то да, ну, мне будет хреново с тем, что вся моя картина мира, с которой я жила, оказывается, это все иначе, это все по-другому, и возможно, то, что я делал, возможно, то, что там я как-то поддерживал, окажется все это враньем, и мы также это можем видеть в истории, в рамках фашистской Германии, когда, можно сказать, да, Германия пала. И люди такие, ого, ничего себе, ничего себе, то это там, да, 4 года я не слышу, не вижу, работает пропаганда, я ничему не верю, какие евреи, какое там истребление в концлагерях, это все неправда, а потом оказалось, когда правда, и когда все уже показали, да, невозможно было это отрицать, невозможно было закрывать на это глаза, то, конечно же, да, там люди в шоке, и вот это все. Стыд, вина, и дальше мы знаем, как вся эта там Германия, она ходила в вине. Вот, собственно, вот так, и, наверное, последнее, что хочу сказать, я говорила в предыдущих роликах про присоединение к агрессору, когда так же можно присоединиться к агрессору, почему? Потому что мне страшно, потому что мне страшно, что мне может прилететь, прилететь, поэтому лучше я буду вот под крылом того, кто наоборот всех там, от кого прилетает, поэтому мне здесь безопаснее, поэтому, да, вот это ощущение, что если я буду с этим человеком, с этим там фигурой, то мне от этого будет спокойнее, то у меня там может не ждать там нищета, какие-то проблемы, мне не прилетит от него, потому что вот мы под одним крылом, мы в одном домике. Так работает психология. Вот, ребята, на сегодня все, опять-таки, да, говорю о том, что дальше я буду говорить о, продолжать социальной психологии, как группа влияет на человека, как один человек может повлиять на целую группу, как принимаются решения, собственно, не переключайтесь, подключайтесь, подключайте VPN, чтобы не пропускать информацию. Все, дорогие мои, целую вас, обнимаю, подписывайтесь на Telegram, подписывайтесь на YouTube и до следующего видео. Пока-пока.